Здравствуйте, дорогие друзья. Если бы нам было открыто тайны перерождения, мы бы знали, что мы не просто так родились в таком-то месте, в такой-то семье. Все это взвешено на высших небесных весах. Я расскажу вам историю с нашей недельной главы Балак. Это, я думаю, одна из самых крутых историй, которая открыта нам в Торе. Итак, книги Брешит нам рассказывается о том, как Шхем, сын Хамора, изнасиловал дочь Якова Дину. Потом он пожелал взять ее в жены, и для этого все жители Шхема сделали обрезание, чтобы ее семья породилась так, как это было условие. На третий день после обрезания, когда жители Шхема были в критическом состоянии после обрезания, братья Дины, Шимон и Льви перебили всех жителей этого города, в том числе и Шхема, сына Хамора, который изнасиловал их сестру. Всего было уничтожено 24 тысячи жителей этого города. Рассказывает Медраж Иохут Руаним, что когда Шхем Хамор предстал перед Небесным судом, он сказал, извините, да, мы неправы, мы сотворили неверное, все хорошо, но мы сделали обрезание, мы уже евреи, а в то время была только единственная такая заповедь. Дайте нам возможность пройти текун, исправление и все такое. И возможность такая была им дана. Их души вновь были опущены в этот мир и произошла реинкарнация. Они родились в качестве еврейских жителей колена Шимона и Шхем, о котором рассказывается в нашей недельной главе. Это хозяин этого, точнее руководителя колена Зимри Бен Салуа. Вот теперь родился он в таком виде. Почему это связано с коленом Шимона? Дело в том, что из двух братьев Шимон и Льви были теми самыми вот доминантными зачинщиками избиений жителей Шхема. В главе Балак нашей рассказывается о том, как жители Медьяна посылают своих дочерей в стан евреев. Собласнился только одно колено, это колено именно Шимона, колено Зимри. Таким образом, началась эпидемия, погибло 24 тысячи, опять же, этих товарищей. И таким образом, возможность исправления Зимри Бен Салуа, он же реинкарнация Шхема Бен Хавора, была упущена. Второй раз не получилось. Наступает третий этап. И душе Шхема, который в свое время сделал обрезание, значит, дается возможность рождиться, и он рождается Раби Акива. Великий Раби Акива. Его мать из колена Шимона, отец Бразелит. Душа Раби Акивы, это реинкарнация Шхема и Зимри. И он учит Тор в течение 12 лет, вдалет своей жены Рахели, потом уходит учить еще 12 лет и приходит с 24 тысячами учеников. Проходят годы, Рахель покидает этот мир, римский правитель Иудеи. Старается всеми методами повлиять на Раби Акиву, перевоспитать его против Торы. И вот печален и не получается. Однажды жена его, Руфина, самая красивая женщина была Рима, написана особого ума. Она говорит, слушай, чего ты напрягаешься, сейчас я пойду его соблазню, и вообще нет вопросов. Она пошла к Раби Акиве, он увидел ее, заплакал, сплюнул и отвернулся. И она была поражена, вообще, что это такое, она такая женщина. В общем, она все больше и больше узнавала все это. Потом она постепенно оставляет мужа римлянина, сделает гьюр, становится женой Раби Акивы. И Стар, когда она стала уже, мужем стала Раби Акива, он сказал ей, я и тогда предвидел, что так произойдет. Ты, моя жена, по закону Торы будешь, я это видел. Таким образом, через 1500 лет, смотрите, через сколько происходит исправление, через 1500 лет, душа, шхема сына Хамора, совершившего обрезание, пройдя несколько превращений, произошла реинкарнация Раби Акивы, и все, и он исправил все. Каким образом, греш-шхема, взявшего Дину, был исправлен, и Грек, еще и Шимон, Шимона Банзибри, был исправлен тем, что первый раз в течение 24 лет он оставил свой дом вдали от жены был. Второй раз, будучи уже вдовцом, он устоял перед неопыкновенной красотой Руфины. И сама Руфина была тоже реинкарнацией Дины, а затем она стала реинкарнацией Козби Батсур, то есть это тоже опять одно и та же женщина. Пути Господни неисповедимы. Он представляет нам возможность исправить в своей жизни. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какими-то сложностями, с какими-то трудностями, мы должны понимать, что они нам даны для того, чтобы преодолеть все негативные вещи, которые мы сами совершили в прошлой жизни. Так устроен этот мир. Поэтому мы рождаемся в определенной семье, с определенными обстоятельствами. Кто-то не может заработать, кто-то не может выздороветь. Это все связано с тем, что надо обращаться к Богу, Он может спасти от любого, но в сути это все исправление. Вот такой вот урок хранится в нашей недельной главе. Браха вы от слаха, хорошей недели.